Что мне больше всего нравится в женской логике, так это полное отсутствие логики. Девушка передает сообщение на пейджер. Никита, срочно позвони. Если не можешь, ничего страшного. Вечер, семья. Женская логика невинно говорит мужской. Так, я к соседке, буквально на минутку, а ты помешивай кашу каждые полчаса. Загадка. Каждая женщина загадка. Каждая женщина это икс. Можно, конечно, нарваться и на игрек, но редко. Я обожаю наблюдать, как женская логика делает покупки. А потом жалуются подруги. Ты представляешь? Брюки, которые мне нравятся, я в них не влезаю. А в которые влезаю, мне не нравятся. Короче, купила сумочку. Я наблюдал однажды потрясающую сцену. Семья выходит из магазина и жена говорит мужу. Вот попытайтесь понять направление мысли. Значит, возьми на руки ребенка, а я возьму вазу. У тебя вечно все из рук падает. По-моему, направление мысли женщины – это направление геологов, заблудившихся в глухой сибирской тайге. Алло, здравствуйте. Позовите, пожалуйста, Иру. А здесь таких нету. Простите, а какой у вас телефон? Насуник. Пытаться разыгрывать женскую логику бесполезно. Мужчина в любом случае останется в дураках. Мой знакомый Лешка решил как-то подшутить над мамой. Пришел вечером с работы раньше обычно. Подходит к подъезду, набирает по домофону код, меняет голос, спрашивает. Секс по домофону заказывали. Мать. Ой, Алеша еще с работы не пришел. Что мне безумно нравится в женской логике. Она всегда делает выбор в пользу красоты. На рынке женщина выбирает кабель. Ей нужен непременно кабель белого цвета. Продавец, сидея на глазах, шипит. Женщина – ну нет белого. Есть серый, черный, синий, белого нет. Женская логика вздыхает и говорит – ладно, давайте серый все равно в землю закапывать. Ну, вернемся к мирным семейным диалогам. Он приходит вечером с работы, она нежно спрашивает – котлеты пожарить? Ну, пожарь. Мяса нет. Ну, не жарь. Значит, тебе не нравится, как я готовлю? Или чаю налить? Налей. Что сам не можешь? И в финале – сына, принеси мне пять тарелок. Зачем, мам, с папой поговорить? Вот мужская логика, она прямолинейная. Это как стрела между да и нет. У женской всегда есть варианты. Спросите любого мужчину – вы сегодня вечером заняты? Да. Теперь спросите женщину. Как минимум она скажет – да. А что? Там всегда есть варианты. Он бежит, размахивая телеграммы, кричит – Оля, Оля, к нам приезжает мама. Она уточняет – твоя мама или наша? Сидя из вариантов. Мой знакомый-то любитель попал вечером в аварию. Дома с женой делится впечатлениями. Ты представляешь? Стою ночью на перекрыске, никого не трогаю. И вдруг чувствую, кто-то взад, как в пинтюре. Женская логика уточняет – а ты пешком был или на машине? И все-таки она очень мудрая, женская логика, и не лишена чувства юмора. Он забросил все дела. По телевизору начался бокс. Он ждал матч неделю. Но через минуту нокаут, все кончено. Он расстроенно кричит – ну надо тебя. Неделю ждал, а тот раз – и все. Женская логика ехидно спрашивает. Ну, теперь ты меня понимаешь? Не понимаем. И не пытаемся понять эту логику и счастливых обладательниц, которых, тем не менее, мы, мужчины, любили и будем любить. Потому что пока есть на свете эти прелестные нелогичные загадки Между нами и одиночеством еще тоже кто-то есть. А значит, можно не бояться, остаться с ним с глазу на глаз.